Наступил обещанный день. Я приехал на озеро, сместился чуть дальше, как обещал. Сейчас будет испытание, практики новых гвоздей, которые вчера ко мне пришли. Я снял на них распаковку, обзор. И сейчас как раз посмотрим, как все это происходит в реальности. Я телефончик поставлю в сторону. Ну или давайте пока так побегаю. Пока так побегаю, значит у меня здесь, что я вчера, о чем я вчера говорил. О том, что необходимо, необходимо даже в качестве рекламы все-таки делать мешок, а лучше даже мешок-коврик для гвоздей. Потому что сейчас покажу, где, допустим, я буду медитировать. Вот у меня здесь мелкая галька, вот у меня здесь скат. То есть мне на этом скате нужно, по идее, найти место ровное. Вот, например, здесь. Чуть-чуть я сейчас буду разравнивать. Естественно, пока я тут разравниваю ногами место для того, чтобы поставить. Все равно здесь есть крупные камни, видите. Вот, допустим, здесь будут стоять гвозди. И все равно место неровное. Камни присутствуют. Каучуб, конечно, с этим справится, в принципе. Но вот о чем речь идет. Вчера я заглянул в один полезный магазинчик, логотипом которого является Баба-яга. И наткнулся там вот на такие сумочки. Прикольные. Потому что, когда я вчера сформулировал проблему эту, я понял, что это, короче, раскручивающийся коврик. И я понял, что мне не хватает. То есть в моих вот этих похождениях гвоздевых, мне не хватает вот такой штучки. И я думаю, что ее будет всем не хватать, если приучить людей к заботе, к качеству, к сохранению первоначального вида гвоздей. И вот в этом плане, смотрите, это сейчас даже... Так, сейчас я открою. Это сейчас даже я сделаю немножко неправильно, почему. Потому что мне нужно пространство для вставания. То есть нужно здесь сделать доски. Да, в принципе, нормально. Вот на одну ногу хватает и отлично. И вот смотрите, здесь можно, в принципе, сделать логотип в середине. И приучить сделать видеозаписи, в которых показать, как работать с инструментом. Показать, что нужно вот так разложить эту сумочку. Смотрите, она не должна быть там какая-то супертолстая. Вот 100 рублей она мне стоила. И это она в рознице уже стоила 100 рублей. То есть если такие заказывать, я думаю, что в 100 рублей с логотипом она может выйти. Тем более здесь эта штука раскладывается в 3-4 раза. А для нашей штуки нужна просто маленькая сумочка, которая пополам раскрылась. И все. И здесь логотип сделать. И теперь я буду как вставать? Я буду очищать от грязи и песка одну ногу, вставать сюда. И потом уже очищать вторую ногу и вставать чистыми ножками на чистой гвозди. Вот что требуется. И при этом это постоянная реклама, напоминание и самому человеку, и тем, кто вокруг меня ходит, и тем, с кем я хожу. О том, насколько, какая компания произвела. Ну и соответственно все вытекающие отсюда пользы. И результаты. Все, погнали. Сейчас запускаю медитацию. Медитация у меня подобралась интересная. Путь к богатству. И как у Наполеона Хилла, про богатство здесь не про деньги конкретно, а про богатство души, про богатство воображения. Медитация призвана к тому, чтобы постоять, помечтать, раскрыть свой потенциал, понять, с каким настроением, с каким настроем нужно идти к достижению целей. В общем, крутая медитация. Я почитал аннотацию, и вот исходя из нее создаю предвкушение, потом прохожу и примерно сравниваю, какие у меня будут какие у меня будут дальше ощущения после именно прохождения и сравниваю их с теми, которые были на самом начале. Давайте начнем. Пустую терминологию, эта практика направлена на твои мечты. Привет и добро пожаловать на визуализацию дороги к богатству. Пускай пафосную и пустую терминологию, эта практика направлена на твои мечты. Вспомни детскую открытость и желание пофантазировать. Иногда даже взрослым не повредит немного подобной когнитивной активности. Возможно, это даже натолкнет тебя на мысли о том, что именно нужно сделать для исполнения своих желаний. Но в этой практике основная задача отвлечься от серой суеты и просто помечтать. Мысленно увидеть соответствующую окружающую обстановку и прочувствовать реакцию людей, находящихся рядом. Ну что же, как обычно, устраивайся поудобнее, легкий фокус перед собой. Покачайся немного в разные стороны, вперед, назад, вправо и влево. И как только будешь готов, сделай пару глубоких вдохов, вдыхая через нос и выдыхая через рот. И со следующим выдохом позволь своим глазам закрыться, возвращая дыхание в прежний ритм. С каждым выдохом твое тело становится более расслабленным и тяжелым. Следи за своим дыханием каждый вдох и выдох расслабляет и успокаивает тебя еще больше. Дыхание это твоя связь с жизнью, с миром природы и оно имеет свой ритм. Потрать немного времени на то, чтобы обратить внимание на свой ритм. Теперь представь, как ты находишься в комнате с огромными окнами от пола до потолка. Яркий свет солнца прорывается через дом, нежно согревая твое тело. И вот ты проходишь через дверь, попадая в просторный кабинет с окнами от пола до потолка и полированным столом с светочной композицией в центре. Ты понимаешь, что тебя ждут. За столом конференции сидят самые влиятельные и уважаемые тобой люди в мире. Они лидеры именно в тех сферах, которые для тебя важны. И они собрались навстречу с тобой. Стул во главе стола отодвинут. Как только ты садишься, ты чувствуешь, как подключаешься к невероятному источнику энергии. Объединенной энергии всех присутствующих. Вся информация, сила, знания и опыт, которые тебе понадобятся, находятся здесь. Положив руки на стол, ты ощущаешь, как поток энергии людей, собравшихся вокруг тебя, медленно начинает поступать в твой организм. Твои ограничения и страхи по отношению к богатству начинают растворяться при помощи этой энергии. Сейчас ты будешь получать очень четкое понимание того, что тебе нужно сделать, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Полностью расслабь свое сознание и будь готов к получению новой информации. Открывай свое сознание, ты формируешь связь с людьми, которые окружают тебя за этим столом. Для того, чтобы получить информацию от окружающих, тебе нужно будет пройти через несколько серий вопросов, каждый из которых предназначен для раскрытия нужной части сознания. За каждым вопросом последует период тишины, чтобы ты мог исследовать свое сердце и разум и найти ответы, которые тебе нужны. Первая серия вопросов о том, чтобы ты мог сделать, чтобы стать более состоятельным, но не делал этого раньше. и так сделай плавный глубокий вдох и плавный медленный выдох. И еще раз плавный глубокий вдох и плавный выдох. И еще разок плавный вдох и плавный медленный выдох. Твое сознание полностью открыто и готово к приему информации от окружающих. Продолжай дышать спокойно через нос, пока я задаю вопросы. От каких действий ты отказался, потому что считал это слишком сложным? какие идеи привлекают тебя выйти из зоны комфорта? От чего ты отказался, потому что боялся потерпеть неудачу? Просмотрим ответы, которые наиболее ярко проявились в этой первой серии. Посреди зала включается проектор. Ты видишь фильм, в котором успешно выполняешь поставленные задачи, которых боялся или не хотел делать. представь, как ты наблюдаешь за собой в действии без страха неудач к выполняемой работе. Следующая серия вопросов касается имеющихся у тебя ресурсов как внутри тебя, так и извне, которые, возможно, ты не используешь и которые могут увеличить твое благосостояние и успех. Какие советы от других людей ты игнорировал, не слушал или даже не обдумывал? Посмотри на них еще раз, может, они могут оказаться полезными. какие внутренние сообщения своего «я» ты получал по наитию? какие навыки, таланты и способности у тебя есть, которые ты не используешь? кто может помочь тебе в реализации идей? И вновь представь, как проектор включается в передней части комнаты. Подумай над ответами, которые особенно выделяются в этой серии. Начинается воспроизведение фильма, в котором рассказывается о том, как ты получаешь доступ к своим ресурсам и используешь их для развития. Все это вместе с благодарностью за предоставленные возможности и с благодарностью за успех, который они тебе принесут. Некоторое время визуализируй и наблюдай за тем, как разворачивается эта сцена, представляя себя на месте действия. Следующая серия вопросов о глубоких чувствах и внутренних убеждениях, которые, возможно, блокируют твой успех. чувствуешь ли ты где-то внутри себя, что недостоин богатства? Чувствуешь ли ты, что не заслуживаешь большего от того, что уже имеешь? кажется ли тебе, что ты еще не готов стать богатым? Думаешь ли ты о том, что богатство сделает тебя ленивым, безразличным, лицемерным или выявит в тебе какую-то другую отрицательную черту? Подумай над ответами, которые наиболее ярко выделяются из этой серии о глубоких чувствах и убеждениях внутри тебя, которые блокируют твой успех. И вот администратор нажимает на кнопку, изображение гаснет. Ты встаешь со своего стула и медленно направляешься в самый центр. Теперь, когда ты стоишь в центре комнаты, в окружении всех своих консультантов и партнеров, каждый из них протягивает руки, словно по волшебству передавая энергию в твой организм. Прямо к глубоким чувствам и ограничивающим тебя убеждениям. Сделай глубокий вдох и позволяй разуму еще больше открыться. И медленный плавный выдох. Весь страх и осуждение, блокирующие твой успех, покидают твой разум. По мере того, как ты продолжаешь получать поддержку твоей команды, прислушайся к следующим утверждениям и повторяешь шепотом за мной. Я готов преодолевать любые трудности, что ждут меня на пути к цели. я готов выйти за пределы своей зоны комфорта и расти как личность. Я следую своему внутреннему компасу к богатству и счастью, оставаясь верным своему курсу. глубоко внутри я знаю, что правильно и следую своему сердцу. Я не боюсь ошибок и готов пробовать новое. Я пользуюсь любой возможностью, чтобы получить опыт и результат. я мудро использую все свои природные таланты и способности. Я с благодарностью принимаю помощь других и позволяю им способствовать моему родству. Я достойно иметь все, что мне нужно и даже больше. я по своей природе добр и честен и буду продолжать оставаться таковым. Теперь представь, что люди ушли. Ты остался один в зале. На столе лежит блокнот и ручка. Если ты захочешь, можешь записать в него некоторые мысли. Если нет, просто обдумай полученный опыт в тишине. А теперь сделай плавный глубокий вдох и медленный выдох. И вновь плавно открой свои глаза. Как обычно, не стоит никуда торопиться. Оцени изменения в состоянии. Ну, а мы увидимся на следующих занятиях. «Оцени подожди» «Оцени » «Оцени Продолжение следует... Продолжение следует... Сразу скажу, что ощущения по гвоздям в любом случае у меня немножко... Как сказать-то... Они как бы под немножко таким небольшим фильтром, потому что сегодня холодно и ноги подмерзли. Поэтому по чувствительности в любом случае я почувствовал гораздо меньше, чем обычно чувствует человек, если он встает на гвозди, например, дома в теплом помещении. А так, в любом случае, значит, так как гвозди новые, я прям почувствовал жесткость такую. То есть если я на свои стою, они у меня сразу раз проминаются. То есть здесь еще не заюзанные каучуки, поэтому гвозди пока стоят достаточно плотно, хорошо. Надо будет последить, как они дальше себя будут проявлять. Собрано качественно, все плотненько, ничего не болтается, не шевелится, не дребезжит, как у меня в старых гвоздях. Но там, я думаю, что было заведомо сделан такой люфт для того, чтобы гвозди опускались вниз, когда ты на них встаешь. В общем, там это ощущается прям просто прикосновением, у тебя проваливаются гвозди и чувствуется, что ты встаешь, они тебя обволакивают. Здесь пока новые, давайте полиурит, ну что-то каучук, поэтому пока вот сегодня встал прям первый раз и чувствую, что встаю как бы на твердую поверхность, поэтому думаю, что это наверняка изменится потом в течение времени. Еще раз всем покажу, что вот такая штука нужна однозначно людям, которые практикуют, да хоть где, хоть ты на траве даже будешь стоять на гвоздях, чтобы не пачкать свои доски, лучше сделать вот такие коврики вообще производителям изначально. И если они еще будут мягкие, из пенки, то есть банально что нужно? Нужно взять коврик от пенки, который йоговский, его порезать на чего-то с 30 сантиметров на 20 сантиметров, то есть А3 формат, скажем так, А3 формат взять, посередине налепить логотип. И потом эта пенка, и две ручки, например, или клепку, заклепки какие-то сделать. И потом она собирает гвозди, просто вот как книжечка пополам собирается, и гвозди хранятся внутри этой пенки. Да, это даст какую-то толщину большую, но в любом случае для тех, кто на природе, это вообще будет бомба, незаменимая вещь, я бы такую даже в отдельности купил. Кстати, сейчас подумал об этом, и надо, наверное, поискать, возможно, такие, кто-то отдельно сам шьет. Но если производитель такое будет делать, он будет делать свою рекламу, и это очень важно, потому что только по сарафанному радио передается вообще вот эта какая-то реклама, что ли. Я вот, например, за два года только сейчас начал задумываться, а кто у нас в городе еще стоит на гвоздях. Потому что мне хочется поменять мое окружение, да, то есть я сейчас стою вот в одиночестве в таком, и это, в принципе, мне очень нравится. Но хочется посмотреть просто на других людей, кто еще стоит, послушать их мышление, посмотреть, насколько они этим глубоко занимаются. Кто привержен, кто как стоит, каждый, не каждый день, на каких гвоздях. Кто-то, может, экспериментирует и берет 12-й гвозди, 15-й, где расстояние между гвоздями. Ну и, собственно, вот расширить кругозор, расширить общение, знакомство именно в сфере гвоздистояния. Все, друзья, на этом завершаю свой этот. Однозначно рекомендую, еще напишу потом отдельный пост, где укажу купон и сайт, на котором можно купить эти классные доски и получить дополнительную скидку. А сейчас, пока!